Хамфри Богорт родился 25 декабря 1899 года в Нью-Йорке, США. Мать Мот, известный рекламный иллюстратор. Женщина отличалась самостоятельностью, зарабатывала в двух раза больше супруга, что для того времени было необычным. В семье было еще двое детей, девочки Фрэнсис и Кэтрин Элизабет. Родители не баловали малышей лаской, в чем позднее признавался актер в интервью. Начальное образование мальчик получил в частных школах, не проявляя в процессе учебы особых успехов. Белмонт и Мот устроили сына в Академию Филлипса, надеясь, что после нее юноша сможет поступить в Ельский университет. Однако в 1918 году молодого человека исключили из учебного заведения. Личная жизнь голливудского артиста вызывала большой интерес у публики. Исполнитель был женат четыре раза, и каждый из них выбирал себе супругу-актрису. Первый брак Хамфри заключил с Хелен Минкен. Юная пара обвенчалась в 1926 году, а в 1927 уже развелась, но сохранила дружбу. Артист недолго оставался в одиночестве, уже в 1928 мужчина женился на Мэри Филлипс. Дама оказалась резкой, вспыльчивой, и союз продержался лишь до 1937 года. К тому времени Богорт уже был популярен, снимался в Голливуде, а строптивая супруга не хотела покидать Нью-Йорк. Не сложились отношения исполнителя и с третьей женой, Майя Мета. Актриса страдала алкоголизмом, а также устраивала бурные сцены ревности. Брак продлился с 1938 по 1945 год. Только с четвертой супругой, очаровательной Лорен Бекол, Хамфри нашел семейное счастье. Пара познакомилась на съемках фильма «Иметь и не иметь» в 1944, на тот момент девушке было 19, а ее партнеру – 45 лет. Мужчина сразу увлекся красивой, стройной блондинкой с высокими скулами и зелеными глазами. Между актерами возникла не только страсть, но и глубокая эмоциональная связь. Пара не могла встречаться открыто, так как Богорт был женат. Расставшись после съемок, влюбленные обменивались романтическими письмами. После второй совместной картины с Бекол, детектива «Глубокий сон», исполнитель решился на развод. Свадьба с Лорен состоялась 21 мая 1945 года. На сохранившихся фото новобрачные нежно смотрят друг на друга. После торжества супруги поселились в Лос-Анджелесе, продолжая играть в кино. В 1949 году жена подарила Хамфри сына Стивена, а в 1952 на свет появилась девочка, названная Лесли Говард. Пара прожила в счастливом браке до смерти артиста в 1957. Несмотря на то, что на съемках мужчину окружали первые красавицы Голливуда, Мэрлин Монро, Эленор Паркер, Бекол была спокойна. Хоть актерство и считалось в его семье низким и несерьезным занятием, молодого человека тянуло к сцене. Работу в театре парню помог найти приятель, Билл Брейди, отец которого работал театральным продюсером. В начале 1920-х годов Богорт участвует в шоу на Бродвее, где играет роли романтических героев второго плана. Дебют на экране состоялся в фильме «Танцующий город». За ним последовали другие картины, в частности, «Окаменелый лес», где мужчина снялся со звездой Бет Девис. Продюсером ленты стал Лесли Говард, в честь которого позднее актер назвал дочь. В ранней фильмографии Хамфри преобладали проекты категории «Би» «Детективы», в которых он играл мужественного циника, наделенного самоиронией и благородством. Сам артист не был доволен работами. Лишь после выхода ленты «Мальтийский сокол», сыграв там главную роль сыщика, Богорт почувствовал себя уверенно. Знаковой в его карьере стала картина «Касабланка», где «Партнершей Боги» так прозвали актера в Голливуде, стала блистательная Ингрид Бергман. Лента, взявшая «Оскар», позволила Хамфри занять первую строчку в списке звезд Warner Brothers. В 1951 году режиссер Джон Хьюстон пригласил исполнили сняться в фильме «Африканская королева». Вместе с ним на съемках работала Кэтрин Хепберн. Картина снималась в Африке, у съемочной группы не было нормальных условий для проживания и питания. Вскоре многие заразились дизентерией. Болезнь миновала только боги и Хьюстона, приятели ели исключительно консервы и пили много алкоголя. Трудности усиливал жаркий климат. Тем не менее, лента получилась выразительной, захватывающей, а Хамфри получил Оскар за образ Чарли Алната. В последние годы жизни актер успел сняться в романтической комедии Сабрина Содри Хепберн, драме «Босоногая графия», где его партнершей оказалась красавица Ава Гартнер и других картинах. К середине 50-х годов здоровье исполнителя стремительно ухудшалось, мужчина постоянно кашлял и с трудом принимал пищу. Богорд умер 14 января 1957 года. Накануне ухода он весил 36 килограммов, при росте 173 сантиметра. Причиной смерти стал рак пищевода. Тело актера кремировали, а урну с прахом захоронили в могиле на кладбище Форест-Лаун.